АКИРА Акира... Вот это реально крышесносное аниме. Я настолько покорен этой картиной, что буквально в тот же день, как купил проектор, нарисовал его у себя на стене. Акира! Кто в моей голове? Акира! Акира! Ладно, суть не в этом. Еще до Акиры я начал одну стеночку в гараже у своего приятеля. Сразу замахнулся на довольно сложный и детальный арт. Это рожа Рауля Дюка из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Правда? Да. Как можно заметить, я уже нанес несколько титульных цветов. Но вот до этого еще далеко. Чтобы не запутаться, я решил сначала закрасить области черного цвета. Так нужно. Последующие сессии я потихоньку вкидывал в рисунок, один свет за другим. Палитра довольно обширная. Из-за того, что я колерую дешевую белую краску для потолка, думаю, на яркие и сочные цвета рассчитывать не стоит. Почему? Не знаю. Ну, мне так кажется. Я кисти не взял. Я не подготовил вас к сегодняшнюю рубину встать. Я не взял ни салфетку. Ничего. Да. Хотя выглядит насыщенно. Но это только потому, что она сырая. Да, и только время подсохнуть, и оттенок тускнеет прямо на глазах. Но так как вся работа выполнена этой краской, то смотрится все более-менее гармонично. Во время работы с этой стенкой я знатно подзаебался. Потихоньку-полегоньку, но на это ушло у меня почти что месяц. Сверху и снизу остается очень много свободного места. А, не буду мудрить. Будут черные полоски, как в кинчике. Финальный штрих. Сам объем работы не такой уж и большой. Сложность составляет именно вот эта вот мелкотня из деталей. Ну, а так, да? Пизда. Ребята, если у кого-то есть свободные стенки, обращайтесь. Что-нибудь придумаем. 30, блин, как такое возможно? Ну, как я так сделал? А, это 30. Вот так вот. Вот так. Ну, хуй знает. Это, нужно беседить. Это выше, что ли, веревку? Да не умеешь ты. О, ну, другое дело. Ну, другое дело. Другое дело. Вот так. Вот так. Продолжение следует...